Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы взглянем сейчас с вами на 38-ю главу книги Исхода. Здесь продолжается рассказ о скине, о том, что было сделано и как это было сделано. И в первую очередь говорится о медном жертвеннике всесожжения, который имеет достаточно сложную структуру, там решетка, рога жертвенника, многочисленные принадлежности, все, что необходимо для того, чтобы приносить на этом жертвеннике жертву всесожжения. И снова, как и во всех других случаях, кольца и шесты, обложенные медью, так, чтобы можно было посредством этих колец и шестов поднимать и нести жертвенник. Вот такая способность быстро пускаться в путь, оказывается, пожалуй, бросающейся в глаза свойством всех культовых сооружений. Настойчиво в каждом фрагменте подчеркивается именно это. То, что надо, по крайней мере, это считается важным, чтобы можно было это все поднять и унести, и уйти. В известном смысле, конечно, это очень контрастирует с тем Иерусалимским храмом, вокруг которого в конечном итоге концентрируются рассказы о святилищах, вообще об исходе, все то, что потом станет материалом для компиляции пятикнижия. Может быть, для тех, кто участвовал в этом сборе письменных свидетельств, весьма и весьма важно неподвижность и незыблемость Соломонова храма по сравнению с подвижностью, транспортабельностью вот того храма, который, то есть, скинь и собрание, которое создает Моисей в пустыне. Ну и в конце главы также здесь мы наблюдаем некоторый отчет, сколько золота и серебра было потрачено на изготовление тех или иных частей скинь и собрания. Подробно об этом говорится. Металлы – вещь ценная, а драгметаллы – это драгметаллы. Поэтому вот сообщается о том, что столько-то талантов и сиклей израсходовано золото, серебра для того, чтобы сделать то, что нужно было сделать. Наиболее вероятное объяснение все-таки не для того, чтобы произвести на читателя впечатление, ах, сколько там было золота. Ну, бывает, что и больше какие-нибудь там другие культовые сооружения могут содержать и гораздо больше золота, серебра и так далее. Скорее важно, что все было сделано, по крайней мере, так там хочет рассказчик сообщить. Все было сделано точно, и серебро и золото было использовано так, как надо, по назначению. Здесь не было места для обогащения, хищения и так далее. Вот говорится о том, кто сколько приносил, и что из этого всего было сделано. То есть отчет, собственно, подразумевающий показать отсутствие хищений.